Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы с вами разбираем видео, выложенное на нашем втором международном канале English Professionally. Видео очень полезное для разговорного английского и называется 30 tips. 30 советов. How to improve your speaking skills. Как улучшить свои навыки разговорного английского языка. By yourself. Самостоятельно. Значит, всё видео в оригинале только на английском языке. Такое интенсивное погружение, около 20 минут. Вы можете посмотреть на самом канале, ссылочки в описании. На самом деле у нас с вами есть много практики по грамматике. У нас с вами есть курс про честную грамматику с нуля на этом канале. На канале английский по плейлистам, английский язык до автоматизма. То есть, до полного автоматизма, до автоматизма. Может, нужно было изменить. Ссылочки у нас также в описании, друзья мои, в комментариях. Но хочется дать также общее направление, как действительно улучшить разговорный английский. Многие говорят, насколько действительно это объективно или субъективно. Потому что, вы знаете, обычно, как пишутся многие материалы. Кто-то написал, потом переписал. Называется не copyright, а rewrite. Потом переписал, переписал. А где же всё-таки истина, друзья мои? Где истина? И, конечно, можно было говорить о своей истории. Но хочется сказать не только на основе своей истории, своего опыта, но на основе вообще громадного опыта студентов, учеников. Значит, давайте вкратце изложим основную суть видео. Значит, соответственно, само же видео в оригинале вы можете смотреть на нашем втором канале English Professional. Итак, первый совет, друзья мои. Это необходимо знать грамматику. Чтобы кто не говорил, что грамматика не нужна, что без неё можно говорить, я считаю, что это в корне неверно. Потому что нам нужно самим уметь строить фразы и предложения. Только тогда мы можем всё, что угодно сказать и чувствовать себя комфортно. Может быть, грамматика не на самом первом месте, но это просто необходимо. И я не понимаю, вот зачем учат, заучат какие-то фразы и слова. Это можно, но до определенного момента. Всё равно же у нас не хватит ни времени, ни жизни заучить все фразы, все предложения, это невозможно. Гораздо проще и лучше их строить самим. Что мы с вами и делаем в наших плейлистах. Прочистка грамматику с 0 и английский язык до автоматизма в продолжающихся также видео, которые скоро будут выложены и в грядущих новых плейлистах. Далее, друзья мои. Второй пункт. Значит, необходимо переводить, соответственно, с русского на английский. Значит, соответственно, у вас есть какие-то мысли, вы их переводите на английский язык. Я хочу сделать то-то, я хочу пойти туда-то, завтра у меня планы такие-то. Всё вы переводите, переводите, это колоссальная практика. Далее, друзья мои. Если вы вот так будете много переводить, то вам уже, на самом деле, будет не в диковинку такая вещь, как думать на английском языке. Это в идеале. То есть, действительно, вы должны много-много переводить. Там идёте, и, соответственно, можете сказать, там, я вижу, там, это машина. А может у вас в голове сразу же будет вспышка. This is a car. This is a car. У вас будут такие постоянные вспышки, вы будете думать на английском языке. Это очень полезно, потому что это экономит время, чтобы говорить по-английски fast. Быстро это необходимо делать. Далее, четвёртое, друзья мои. Необходимо повторять то, что мы с вами делаем. Вот есть обычные книжки, соответственно, по английскому языку. Да, конечно, это полезно. Но, на мой взгляд, не менее, а гораздо более полезно это повторять то, что мы делаем. Именно аудирание и повторение. Как же без этого? Мы с вами живём в 21 веке. Вы, соответственно, слушаете какую-то фразу. Там, например, I want to speak English fluently. И вы повторяете. Слушайте и повторяете. Это необходимо делать. Потому что, во-первых, это тренинг аудирования, произношений. И, во-вторых, вы это проговариваете. Нужно проговаривать. Далее, друзья мои. Пятое. Необходимо больше слушать. Значит, чтобы у вас была модель. Модель того, как правильно говорить. Шестое. Не думайте, что нужно просто выучить слова и всё. Нет, это неправильно. Я всё время вам говорю, что нужно учить именно фразы. Готовые фразы. Там, например, get to work, not get home. То есть, добраться до работы, добраться домой и так далее. Много тонкостей различных есть. И так далее. Например, соответственно, у него хорошая работа. He has a good job. Мы говорим имя слова job. И так далее. Вот эти нужные фразы, устойчивые говорить и ими оперировать. Седьмое. Друзья мои. Хорошая практика разговаривать с самим собой. Действительно, это полезно. Нужно думать с самим собой и разговаривать. То есть, вы можете дома делать какие-то дела и говорить, или просто дома находиться и говорить какой-то монолог, рассуждать. Почему бы и нет? Ну, как я, например, рассуждаю в нашем канале English Professionally. И так далее. Восьмое. Друзья мои. Не надо бояться делать ошибок. Не бойтесь делать ошибки. Все мы люди. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Я не перестану повторять. Мы с его счета начинаем, поэтому вы на самом деле говорите для того, чтобы передать вашу мысль. Ваши ошибки не волнуют. Носители языка. Вы не в школе, вы не на уроке. Надо вот убрать этот менталитет. Далее. Вот у меня такой есть списочек. Я подготовил. Здесь у меня 30 основных пунктов. Видно, да? Вот здесь я набросал для себя. И чтобы не забыть ничего. Далее. Девятое. Соответственно, необходима все равно практика аудирования. Но проблема в том, что у нас нет времени, поэтому, опять же, повторюсь, слушайте, делая другие дела. Но слушайте какие-то простые, адаптированные, доступные тексты. Просто так, в оригинале, если у вас уровень ниже, чем AppRantyMedia, даже не следует делать. Там в оригинале, и, соответственно, сложный. Нужно под ваш уровень. Соответственно, у вас, вы проработали плейлист наш, также можете включить фоном, делать другие дела, и пускай крутятся, вертятся. Далее. Что еще важно? Десятое. Значит, необходимо знать популярные разговорные фразы. Не только такие фразы, как I think, а там it seems to me. Соответственно, я хотел бы сказать I'd like to say, хотел бы добавить I'd like to add, там in my opinion, по моему мнению, и так далее. Эти фразы, они помогают вам линковать, то есть связывать ваши мысли, фразы. Это очень экономит время. Далее. Одиннадцатое. Значит, нужно выбирать, когда вы тренируете ваш разговор на английский язык, выбирайте такие популярные темы, в первую очередь, с которых вам проще. Соответственно, какие темы проще? Говорите о себе, about yourself, о спорте, about your hobbies, и так далее. То есть, пока начните с таких простых, базовых тем, а дальше вы уже и про другие темы будете говорить. Далее, друзья мои, значит, говорите, опять же, сами собой, но опять же, нужно говорить на разные темы. То есть, сначала вы говорите именно это 12-й пункт на простые темы, потом разные темы, потому что есть такая проблема, что часто мы говорим только там, the last name, how old are you? И все. А нужно говорить на разные темы. Вот, например, взять 500 тем и вот говорить, и говорить, и говорить, и, соответственно, вы поймете, то, что одно дело говорить там, соответственно, про about yourself, другое говорить про environmental problems, значит, проблемы окружающей среды. Но, опять же, если вы умеете строить фразы, это не проблема. Там, в принципе, global problem, это глобальные проблемы, просто знать некоторые слова. Итак, далее, значит, соответственно, 13-е, записывайте себя. То есть, вы сказали, вы можете записать себя, и далее, вот сравните, как вы говорите, и речь носителя. Вы видите, где нужно, естественно, повторять, что-то улучшить. Вот это очень важно, записать, и взгляд со стороны, может кому-то также дать послушать. То есть, я на самом деле сразу могу определить, у кого какие проблемы. Далее, значит, 14-е, необходимо писать, память руки, ну, писать или печатать, кому как удобнее, здесь работает память руки. И, опять же, повторюсь, когда вы что-то пишете, печатаете, в этом мысленно проговариваете, но я печатаю, например, I want, я это сколько раз в своей голове скажу, I want, I want, I want, это, и, во-первых, я пишу, и говорю, это очень эффективно. Многие здесь недооценивают, но это очень важно, именно писать. Далее, заведите друзей, то есть, make friends, найдите друзей для общения, тоже очень полезно, то есть, хорошо, соответственно, самостоятельно, но это тоже легко сделать, и также общайтесь, это должно быть, в принципе, привычкой. Далее, 16-е, необходимо развивать словарный запас. Проблема в том, что можно говорить, используя 200 слов, 300 слов, даже 50 слов, можно и больше, 500 тысяч слов, но проблема в том, что если говорить особенно с носителями языка, часто они используют более сложные слова и фразы, если у вас маленький словарный запас, вы просто их не поймете, даже если вы говорите хорошо, поэтому говорить, это не означает, только говорить, это важно, то вот такая коммуникация, взаимодействие. Далее, 17-е, друзья мои, смотрите фильмы, конечно, это полезно, но опять же, если ваш уровень, хотя бы upper, intermediate и выше, если ниже, то ни в коем случае, не ставьте это на первое место, то есть, на самом деле, это как дополнение, но абсолютно не все, чисто вот по фильмам, песням, я не представляю, как можно выучить английский язык, это очень поверненно, на мой взгляд, нужно вложить базу, далее, 18-е, друзья мои, значит, необходимо пользоваться словарем, вопрос, каким словарем, ну, конечно, можно перевести просто слово, там, с английского на русский, или наоборот, но очень важно в дальнейшем пользоваться англоязычным словарем, когда вы видите какое-то слово, и проверяете его, например, слово там, не знаю, huge, там, что такое huge? Вы смотрите, что это very big, там предложение, it was a huge success, это был громадный успех, or it was a tremendous success, посмотрите, huge, tremendous, very big, у вас, соответственно, различные примеры, и это нужно для того, чтобы научиться думать на английском языке, чтобы вообще изолироваться от русского, потому что если вы все время, даже на уровне там, up, intermediate и advanced, будете все время русский, английский, русский, английский, это неэффективно, начиная уже с уровня intermediate, в среднем уровне уже точно нужно переходить, пользоваться англо-английским словарем, как основной, но это мое такое мнение, так, далее, девятнадцатый, друзья мои, вот мы говорим, слушай, слушай, а что слушать? Важно слушать именно не просто новости, где слова не нужны для вас, а нужно слушать радио тоже, и различные передачи, не только спорт, там не только какие-то там образовательные программы, всякие, то есть не только то, что вам интересно, всякие, чтобы была разная лексика, вы впитывали, но опять же, радио нужно слушать уже начиная, когда у вас хотя бы уровень upper and intermediate, лучше advanced. Далее, значит, друзья мои, двадцатые, значит, говорите с вашим собеседением не только то, что вас интересует, а то, что вам обоим нравится. Далее, двадцать первое, друзья мои, если вы не знаете, как сказать какое-то слово, часто там, слушай, а как это, допустим, на таком-то языке, а как это на таком-то языке, а как это сказать, а как это сказать, друзья мои, вообще избавляйтесь от этой привычки, это не нужно делать, нужно сразу находить замену, и вот такие англоязычные словари, они как раз помогают вас думать на английском языке, ну, забыли слово, но перефразировали и так далее, не нужно останавливаться, вот это, такой ступор, он не нужен. Значит, далее, что еще здесь, соответственно, значит, двадцать второе, значит, мы с вами говорили про чтение, чтение это эффективно, но чтение, я считаю, самое эффективное именно с аудио, просто чтение это не так, потому что, ну и что, что читаем, надо использовать достижения современных технологий, нужно читать и слушать, и здесь нам как раз на помощь приходят аудиокниги, соответственно, по уровням, но опять же, написанной носителями языка известных издательств, начинайте, то есть, сколько нужно, вот некоторые считают, нам нужно одну книгу прочесть, одна уровня, потом другую книгу, второго уровня, нет, так вещь не работает, вот мы можете прочесть, например, двадцать книг одного уровня, потом еще двадцать книг одного уровня, вы должны это делать для удовольствия, если вам не нравится, и вам это сложно, значит, это не ваш уровень, значит, нужно больше, то нужно взять вот количество, а потом уже количество перейдет в качество, То есть нужно делать, чтобы это для удовольствия, чтобы было все понятно, все понятно. Там 90% было слов понятно, 95%. Тогда вы для удовольствия читаете и переходите. Дальше не надо вот все торопиться, и в результате ничего не получается. Далее, 23-е. Значит, делайте упражнения по грамматике. Это тоже необходимо. У нас с вами сейчас упражнения есть, соответственно, по грамматике, на перевод. Это необходимо делать и тесты. Тоже наше приложение и сайт, который уже потихонечку наполняется. Друзья мои, необходимое упражнение. Потому что одно дело, вы говорите сами собой, но другое дело, вам нужно все равно сверить, насколько это правильно или нет. И здесь нужны грамотные именно упражнения. Это ваш путь к успеху. Далее, 24-е, друзья мои, имейте просто, говорится, have a more positive attitude. Имейте более позитивные отношения. То есть вообще не надо бояться. То есть нужно убрать страх и общаться для удовольствия. Получайте удовольствие от изучения английского. А когда это возможно? Когда вы поработали над своими ошибками по грамматике, вы сверяете, вы видите, да, у вас получается, и вы говорите правильно. Вы можете говорить, вы строите простые фразы. Многие вот курсы устроены так, что обещается уровень advanced за полгода или intermediate за полгода. Но опять же, это только дается материал. А вопрос, как вы это воспринимаете, я прекрасно понимаю, как приводит, что нужно много-много практики, много тренировки. Вот. Значит, друзья мои, и, конечно, вы можете делать самостоятельно. Далее, друзья мои, также в дополнение хочу сказать, что у кого есть средства, конечно, могут выучить английский с помощью частных уроков. Это тоже помогает. Но опять же, должен быть квалифицированный предаватель и курсы. Вот. Но, конечно, это не заменит все-таки самостоятельное изучение. Конечно, да, я считаю, что можно английский выучить абсолютно самостоятельно. И опять же, многие думают, что хорошо, мы заплатим денежку, и будет результат. Можно не учиться на бесплатный. Вот уроки бесплатные, значит, неэффективные. Друзья, это в корне неправильно. Вот я иногда читаю тоже такие вещи. Ну да, вот я смотрю твои уроки, и действительно, ну да, эти уроки стоит посмотреть, как будто это вообще какой-то мусор. Да, это бесплатно, но я не знаю, по качеству такие уроки, что я стараюсь делать, чтобы не было аналогов, и что это было не только на шаг, а на много шагов впереди. Друзья мои, для меня это не открытие Америки. Я прекрасно вижу качество своих уроков. Просто почему-то у людей произвятые впечатления. Бесплатно, значит, плохо. Нет, друзья мои, опять же, вы можете не платить, но при этом иметь результат. Вот этот стереотип нужно выкинуть из головы, друзья мои. Далее, также, как у вас есть возможность, можно пожить за границей. Это living abroad. То есть, в принципе, тоже эффективно, чтобы погрузиться в среду. Далее, значит, 28-ое. Значит, чтение слух, это полезно. Но, опять же, я повторюсь, что просто читать слух, сколько это можно читать слух? Там, 5 минут, 10 минут. Если вот будете говорить так, как я, например, 2 часа, или записывать видео будет так много, как я, вы это вряд ли сможете сделать, потому что должны быть тренированы очень сильно голосовые связки. Потому что обычно человек не может просто столько говорить и записывать. Поэтому и здесь это нецелесообразно, потому что, опять же, повторюсь, важно не просто читать. Нужно, друзья мои, еще и слушать. То есть, я вас призываю к тому, что, значит, соответственно, вы читаете, слушаете и повторяете. Читаете, слушаете и повторяете, имитируете. Интонация, что у вас была параллельная интонация, произношение, просто чтение слух. Это, мне кажется, прошлый век. Далее, полезно слушать музыку, но что просто немножко так расслабиться, отдохнуть. Но, опять же, это не может заменить полноценное обучение, друзья мои. И 30-е, друзья мои, это пересказ. Пересказ очень полезен. Опять, вы можете пересказывать себе или своему собеседнику. Вы прошли какую-то книгу, можете ее пересказать. Вы слышали какую-то историю, вы можете пересказать. Вас что-то волнует, там, соответственно, вы можете все это пересказать. Пересказывайте. Начали какие-то базовые вещи, потом детали и так далее. Вот пересказ, он тоже очень помогает. Но, опять же, не пересказывайте просто литературу, там, классическую литературу и так далее. Это неэффективно. Это должно быть более жизненно. Друзья мои, это основные моменты. Я надеюсь, ответил на ваши основные вопросы. Также еще в планах сделать некоторые другие дополняющие видео. Я думаю, вам все это очень полезно, друзья мои. Смотрите видео в оригинале, выложенное на нашем втором канале English Professionally. Называется, соответственно, 30 Tips, значит, 20 советов. How to improve your speaking skills by yourself самостоятельно. Навыки разговорного английского языка. Также проходите наши курсы на этом канале English Galaxy, соответственно, практически грамматику с нуля. Друзья мои, также наш канал «Английский язык до автоматизма». Точнее, этот курс, полный курс, канал «Английский язык по плейлистам». Наше приложение, наш сайт, с которым уже в скором времени уже будет полностью наполнен с упражнениями. Друзья мои, я желаю вам всяческих успехов. И действительно, я за то, чтобы качественное образование, действительно, качественное образование было бесплатно, и чтобы каждый мог в комфортной, удобной остановке заниматься английским языком с огромным удовольствием. Вот, есть такое выражение «I enjoy learning English». А есть такое устойчивое выражение «I thoroughly enjoy». Вообще «thoroughly» переводится как «тщательно», а «thoroughly enjoy» значит «I really, really enjoy learning English». Действительно, если так скажете, «I enjoy», можно сказать «I like learning English», или «I enjoy learning English», или «I thoroughly enjoy learning English», значит, вы на правильном пути. You're on the right way, my friends. You're on the right way, my friends.